Добрый день, отец Дмитрий. Здравствуйте, отец Павел. Скажите нам, пожалуйста, почему вы сейчас сидите в маске и что вы хотите нам представить? В маске я сижу, потому что сейчас потеплело, а в болотове сидеть жарко. А маска с дырками, она продувается. А, действительно, это очень разумное решение с вашей стороны. Но давайте мы перейдем к делу. И что вы нам сегодня представите? Скажите, пожалуйста. Сегодня продолжим обозревать сухие пакет Российской Федерации. Сейчас я вам его покажу. Да, покажите, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Вот такой сухой пакет. Сейчас одну муку, я чуть-чуть вот... Да, да, да. Да, спасибо большое. Как мы видим, здесь нарисован символ веры, пентаграмма. Да, 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 да. Давайте, как в прошлый раз, я вам пока зачитаю, что это такое. Как всегда, это ОАО Грязинский пищевой комбинат, город Грязев, улица Чайковского, дом 3. Вариант комплектации на этот раз 6. Ну что ж, что-то начинуть котенков за хвост. Будем его скрывать. Ручки в прошлый раз оторвались. Не знаю, как на этот раз они будут себя вести. Не, больно и нормально. Хотя они тоже оторваются. О, отец Дмитрий, как вы трясёте стол, прям я вижу. Да, да, да. Нет, ручки на этот раз, нет. Оторвались. То есть здесь более качественная картонка. А здесь... Как пакет молока. Да, да, я вижу. Так, а вы двигаетесь точно так же. Вы двигаетесь точно так же. Вот, что-то не хочет уползать. Теперь должны. Отлично. Я думаю, отец Дмитрий, я перемещусь. Да, я не заключил. Я тоже так. Для того, чтобы... Все это. Так, как свет в камере, нормально? Угу. Ну, отлично. Начнем, как всегда, с мелочухи. Концентрат сухой натуральный. Персик. Персик, да. Ну, как там, сначала была до потопит, потом и до второго. Что-то мне напоминает сразу, как персик, персик, яма, кока. Хорошо. Концентрат вишня. То же самый напиток, только вишневый. Так, пойдем опять поменочим. Три ложки белые для еды. Отец Дмитрий, вы заметили, что ложки на этот раз не зеленого закамуфлированного цвета. Они же могут обедающего выдать врагу. Это только зимний вариант, скорее всего. Белый. Да, сейчас же зима. Да. Вы верно. Так, галеты сразу выложим. Они ничем не отличаются, кроме цвета. В прошлый раз... Это упаковка. А, нет, вот даже как. Это, видимо, новый дизайн. Ну, это, наверное... Как сказать-то... Разный гонят. Ладно. А, ладно. А то есть, со трубями и без? Какое-то, наверное? Давайте сейчас посмотрим, что там. Это из пшеничной муки, а это из муки пшеничной. А, вот оно. Это первого сорта, а это из муки обойной. А, вот оно-ка. Не знаю, видно, не видно. Да-да-да, конечно. Выкислика трясутся, но это потому, что я устал. Ну что, опять три салфеточки. О, да, салфетки вижу. Закамуфлированы. Отлично. Спички, смотрите, какие на этот раз. Синенькие уже. Угу. Теретьенькие. Может, они... Повышенная возгораемость у них какая-то? Ну, да, это проверим скоро. Так. Это сахар. Ну, а сейчас еще тут тоже должен быть сахар. Так, сахар. Это как в прошлый раз, три по двадцать или четыре по двадцать? Ну да, три по двадцать, я в прошлый раз договорился, не важно. Ну, посмотрим, что вот это. Чоколейт, наверное. Да, армейский. Отличается верой, верностью в первосудку. А салфетки. Это про россиянина. А, нет, подожди, про русского. Ну, вообще, да, срано, что Суворов употребил термин россиянина. Термин-то, в принципе, в целом, в мире обрел ругательский смысл. Ну, ладно, в прошлом. Так, давайте посмотрим, вот это что у нас. А, третий же адаптом малиновый на этот раз. Малина, персик и что у нас там? Вишня. Вишня. В прошлый раз так же было. Ну, правда, была эта, другая упаковка. Да, да, да. Ну, давайте посмотрим на повидло очередное. Повидло опять яблочное. Угу. И тоже карат. И тоже, который для этих самых, которые летают в космос. Да, для космонавтов. По-моему, да. А, ну да, скорее всего. Нет, вот такой сыр вроде как раз на самом деле в космос поставляет. Так, что у нас там дальше? Стиморол. Опять у нас стиморол какой? Малина, по-моему, да? Виноградный лед. Нет, в прошлый раз виноград тоже был. А, хорошо. Так, давайте по-сморнику. Так. Паш колбасный, любительский. Сейчас, минутку я... Ага, да-да-да, конечно, вижу. Это замечательно. Это, наверное, мазать на галеты, как я думал. Пашки, это печеночные. Ну, я думаю, тоже можно намазывать там на галеты. Ну, или галет намазывать. Да. Да, на Паш. На паштет. Так, что у нас это? Что у нас это? Ну, это на ваше любимое пюре зебелок. Как не яблочное пюре, а именно пюре из яблок. Пюре из яблок, да. Это два разных понятия. Яблочное пюре и пюре из яблок. Ну, там мелочуха. Шпик соленый. О, нет. Шпик был такой? Копченый. Не буду в этот раз, мне кажется, есть. Мне что-то он так не понравился, этот шпик. Ну, мы... И есть какая-то более такая расцветка, знаете ли... Розовая. Ну, поларосятки розовые, значит, и из жидко-молодого поросенка. А, молочного. Да-да-да, молодого поросенка. Рогой из овощей. Дмитрий, а что вы можете сказать по поводу порося? Вот каждый порося мечтает стать вкусным пирожком, когда он растет или нет? Ну, это не знаю. В зависимости от того, какие у порося фантазии, несмотря на какой поросенок вера. А-а-а. Может, он кошельный. Они будут рассказать вам с тем. Давайте. Приходит волк там, прямо поросята, говорит, ассалам алейкум. Ну и поросяту вздохнули спокойно. А-а-а. Действительно. Так, чай. Майский чай уже другого дизайна. Очередной. Не знаю, будет у меня трясутся один? Нет, это у меня камера, мне кажется, трясется. Ну ладно, хорошо. Кофе очередное вредное. С салом, да? Такое чувство, что там половина высыпалась. Либо не додали. Не додали солдатам кофе. А-а-а, ну и мы не нужно. Так, что там? Как вы думаете, что это? Это не какая-то соль? Угу, соль. Соль, да. Ну или, как по-вашему, сель. Так. Сливки. Я думаю, пластырь изначальный. Так, еще раз. Сливки сухие, быстро растворимые. Да, смесь сухая, быстро растворимая, со вкусом сливок. Со вкусом сливок. Это помните, как мы с вами тогда сырки брали со вкусом сыра? А, да, сырки со вкусом сыра, действительно, плавленные. Мы их так и не попробовали, и не съели. Мы просто выкинули. Да, потому что сырки со вкусом сыра, это как-то... Да, неохота была на ней делать обзор. Так. Это уже перец. Так, угу. Один грамм. Интересно. А, хотя он легкий, да. Ну, колес. Компливит. Окей. Так, наверное, только компливит, что ли, все? Ну, это же отечественные вроде витамины. Давайте посмотрим, он такой, что-то еще дадут. Так, стандартный наш. Да, это чтобы использовать... Ну, да, вместо штык нажать. Так, давайте посмотрим. Тут у нас каша гречного сгоряда. Да, каша гречного сгоряда. Замечательно. Я вот отец Павел не поймал. Вроде комплектация 3 не сильно отличается от комплектации 6, которую мы сейчас обозреваем. Вы разницу заметили какую-нибудь? Давайте посмотрим. По-моему, в каше, потому что раньше не было гречки. Рис? Да, был рис везде. Точно? Угу. Что там, что там, мы брали рис. Там рис был в консервах, рис был в такой штучке, похожей на изогрев, как в микроволновке. Ну, хорошо, хорошо, давайте дальше посмотрим. Так. Тевтели, по-моему, нет. Нет, это мясо с фасолью и овощей. Вот это было точно, да. Это точно было, да. Замечательно. Прикатывайте. На место тевтель положили, прикатывайте. Да, да, да. Кстати, очень удивительная фигня. Комплектация, вариант комплектации 3,6, 1 в 1, 0,05 грамма по калориям в динты и динты течен. Хм, значит, там, ладно, тевтели с фрикадельками, может быть, еще они это самое. Вот я сейчас вам, на самом деле, даже вам покажу. Так, как всегда, салфетки, наркотики, солдаты нужны они. Ни с коленей, ни с коленей. Наверное, тоже ни с коленей. Сейчас я посмотрю, пусть здесь варианты комплектации. Угу. Это на кило-джоли. Так, сейчас, минуточку. Доставлю эту упаковочку, смотрите. Вариант номер 3. Белки 102,9, чтобы взрывать в прошлый раз. Здесь 102,8. Ммм. Не, ну, не десятка грамм, все-таки, отличается. Да, действительно, действительно. Хотя, в принципе, не знаю. Мы сколько нашли различия, два только? Рис заместо гречки. Или гречка заместо риса. И фрикадриты вместе с тефтилем. Угу. Интересно. Ну, ладно, мы закончили, ребята. До новых встреч. Смотрите, в следующий раз возьмем другой суп. Потому что больно, я как-то похож на пушку. Всего доброго. До новых встреч. Пока-пока. Итак, уважаемые телезрители, подписчики и люди, которые просматривают все это дело. Короче. Да. Склифосовский. Мы вам сейчас показали полный разбор всего вот этого сухпайка, который мы только что обозревали. Плюс маску отца Дмитрия. То есть вы прям можете видеть все содержимое данного сухпайка номер 6, если мне память не изменяет. Вариант комплектации номер 6. Да, вариант комплектации номер 6 и... С Грязинского сухпайкового завода. Да. То есть вот все, как оно выглядит в разборе. Ну да. Большое спасибо. Еще раз всего доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!